здравствуйте ребята значит напомню что мы начали рассматривать теоремы силова на прошлой лекции и сегодня мы рассмотрим уже все теоремы силова их всего три штуки ну и соответственно следствие из этих теорем значит давайте запишем такой заголовочек теоремы силова ну и формулировку первой теоремы силовой я еще раз напомню итак теорема 1 пусть у нас же конечная группа и порядок группы же равен p в степени n умножить на m где p простое число ну а числа m и p взаимно простые так вот я обозначил наибольший общий делитель чисел pm он равен единице тогда утверждается что группа же имеет силовскую п подгруппу тогда уже существует и ласка по подгруппу на всякий случай напомню что это группа который подгруппа который имеет наибольший возможный порядок то есть по в степени так доказательствами месте напомню что мы рассматривали действия группы же действия же на множестве омега которая состояла из всех под и всех подмножеств порядок который равен по степени так ну а же действует левыми сдвигами вот на этом множестве омега так ну и дальше мы говорили о том что у нас есть в этом случае обязательно найдется орбита у которой порядок не делится на п значит так было доказано найдется орбита омега давайте обозначим так же с так мы обозначить обозначали прошлый раз эту орбиту такая что порядок g от с не делится на прям так ну и в этом случае значит мы напомню что для элемента с этой орбиты обозначали стабилизатор значит ну понятно что порядок такой орбиты же от с равен по теореме а мощности орбиты равен порядку же делить на порядок стабилизатор орбиты с и вот что касается вот этой подгруппы стабилизатор с мы доказали что в этом случае обязательно ее порядок будет больше либо равен по степени но собственно для вот на этом мы закончили доказательства первой теоремы силово но я говорил что анонсировал что мы докажем еще обратные неравенство что порядок стабилизатора меньше либо равен по степени отсюда будет следовать что порядок стабилизаторов точности равен p в степени, значит, вот этот самый стабилизатор и будет силовской p подгруппой, которую мы ищем. Так, ну давайте посмотрим вот на что. Так как у нас стабилизатор S стабилизирует подмножество S, то что это означает? Это означает следующее, что для любого элемента G, принадлежащего стабилизатору S, у нас G, S содержится в S. Ну, просто по определению стабилизатора. Так, дальше. Можем тогда записать, в свою очередь, что для любого элемента S малая, принадлежащая S, а элемент S малая, это уже одновременно и элемент, принадлежащей группе, раз S состоит из подмножеств порядка p в степени, в частности, любой элемент из S, это будет просто элемент группы, который принадлежит этому подмножеству S. Итак, в этом случае будет выполняться стабилизатор S от S, этого элемента, будет тоже содержаться в S. Так, продолжим. Итак, здесь мы имеем два различных правых смежных класса по подгруппе стабилизатора S. Понятно, что их мощности равны. Поскольку это множество содержится в S, значит, его мощность не превосходит мощности S. Ну, а мощность S, смотрите, у нас равна p в степени n. У нас омега вообще состоит из подмножеств, которые имеют мощность p в степени n. Значит, здесь p в степени n. Итак, с одной стороны стабилизатор S имеет мощность больше либо равна p в степени n. С другой стороны, мощность меньше либо равна p в степени n. Итак, отсюда следует, что мощность стабилизатора S точности равна p в степени n. Отсюда следует, что этот стабилизатор это и есть искомая силовская p подгруппу. Силовская p подгруппу. Итак, первая теория Масилова полностью доказана. Так, хорошо. Теперь давайте заметим следующее. Мы, на самом деле, доказали немножечко больше, чем хотели. Вот какие еще, так сказать, замечания можно сделать относительно от этого доказательства. Замечание такое. Значит, давайте посмотрим на мощность орбиты вот этой G от S. Мощность орбиты G от S я уже написал. Она будет равна порядку G делить на порядок стабилизатора S. Еще раз скажу, что мы рассматриваем такую орбиту, у которой порядок не делится на p. Именно такую орбиту. В случае, когда, опять-таки, порядок орбиты G от S не делится на p. Именно вот в этом случае это ясно. Так, ну и тогда можно продолжить это равенство. Порядок G мы знаем. Он равен p в степени n умножить на n. Порядок стабилизатора n мы только что вычисли равен p в степени n. Отсюда получается, что в случае, когда порядок орбиты не делится на p, однозначно в этом случае этот порядок равен m. Ну а раньше в лемме 1 мы с вами доказывали. Если помните, лемма 1 предшествовала этой теореме 1, что вот это число m, оно на p как раз не делится. Итак, вот такое замечание, что если мощность орбиты не делится на p, то она обязательно должна быть равна m. Это такое первое замечание. Ну и второе замечание. Здесь же мы утверждали вот такое равенство, что стабилизатор S умножить на элемент S содержится в S. Ну просто по определению стабилизатора. Вот этот как бы правый смежный класс по подгруппе стабилизатора S. На самом деле можно сказать следующее, что здесь на самом деле имеет место точное равенство. Вот в этом замечание состоит. Стабилизатор S равно в точности S, а стабилизатор S умножить на S равен в точности S, так как помимо того, что мы имеем вот это включение, мы имеем еще равенство мощности, так как стабилизатор S умножить на S имеет мощность тоже равную p в степени, так и мощность S. Итак, если имеет место включение, и оба множества равномочны, то понятно, что в этом случае имеет место равенство. Так, вот теперь можно сказать, что мы полностью как бы доказали первую теорему Силова и заодно извлекли вот такие вот полезные замечания, которые в дальнейшем нам пригодятся. Так, дальше по плану у нас идет третья теорема Силова, то есть мы немножечко изменим тот порядок, который был у самого Силова. Нам удобнее сначала доказать третью теорему, теорему Силова, а потом перейти уже к доказательству второй теоремы. Итак, теорема 2, скобочка третья, теорема Силова. Но вот эта теорема 1 была первой теоремой Силова. Итак, пусть опять же порядок G равен P в степени M на M, умножить на M, P и M заинопросты. Так, ну вот мы уже знаем, что существует в группе G силовская P-подгруппа. Вопрос в том, а как-то хотелось бы оценить количество силовских P-подгрупп. Давайте обозначим, пусть N, P это силовских P-подгрупп в группе G. Да, конечно, здесь P-простой числа. Итак, N, P, пусть количество силовских P-подгрупп в группе G, тогда утверждается, что N, P равнимо с единицей по модуле P. Вот это как раз и есть утверждение третьей теоремы Силова. Итак, доказательства. Сразу скажу, что эта теорема далеко не тривиальная, доказательства будут длинные, поэтому я сначала изложу идею доказательства, а потом постепенно буду, так сказать, эту идею воплощать в жизнь. Итак, мы опять-таки в качестве омега рассмотрим множество всех подмножеств в G порядка P в степени N. Множество подмножеств S в G, таких, что порядок S равен P в степени N. Так, ну опять же, здесь G у нас будет действовать левыми сдвигами. Значит, дальше мы орбиты, которые мы будем рассматривать, вот такого типа G от S, разделим на два типа. Орбиты первого типа будут иметь мощность, которая делится на P, орбиты второго типа — мощность, которая не делится на P. Итак, я напишу так. Орбиты G в омега разобьем на два типа. На два типа. Так, орбиты первого типа. Такие, что G от S делится на P. Орбиты второго типа. Такие, что G от S не делится на P. Так, ну давайте нарисуем примерно такую картиночку. Я буду просто разные, как бы, орбиты вот так вот рисовать. Так, вот пусть это у нас орбиты первого типа. Первый тип. Ну а дальше идут орбиты уже второго типа. Ну а все это у нас, как бы, омега. Так, дальше мы докажем следующее. Значит, здесь я напишу второй тип. Второй тип. Мы покажем, что каждая орбита второго типа обязательно содержит силовскую S подгруппу. Я вот так условно буду ее рисовать. Буду писать букву S, чтобы это означать силовская. Здесь есть S. Здесь есть S. Тогда-то здесь есть S. Ну и здесь где-то S. Итак, каждая орбита второго типа содержит силовскую S подгруппу, причем ровно одну. Так, что касается орбит первого типа, мы докажем, что они вообще силовских S подгрупп не содержат. Силовских P подгрупп, извиняюсь. Итак, здесь содержатся силовские P подгруппы, здесь не содержатся. Понятно, что раз мы обозначили через NP количество силовских P подгрупп, значит, здесь у нас будет орбит в количестве NP. Каждая содержит ровно одну силовскую P подгруппу. Таким образом, здесь у нас NP получится силовских... NP орбит второго типа. Так, ну а теперь давайте заметим, что у нас мощность омега. Чему будет равна? Мощность первой орбиты, раз она делится на P, будет какое-то P в степени альфа-1. Плюс, понятно, что это у нас различные орбиты, они попарно не пересекаются. Дальше какой-то P в степени альфа-2. Плюс и так далее, плюс P в степени альфа-1. Так, дальше мы знаем уже, что мощность каждой орбиты второго типа, вот мы это показали в замечании, она будет равна в точности M. И таких орбит у нас имеется NP. Я напишу плюс M умножить на NP. Так, ну и понятно, что вот такая сумма, она будет сравнима с M умножить на NP по модулю P. Вот эти слагаемые, которые делятся на P, их можно отбросить, если мы рассматриваем по модулю P. Все это выражение. И так получается, что это сравнимо с M умножить на NP по модулю P. Так, с другой стороны, если мы вспомним лему-1, здесь напишу лемма-1, то мощность омега, количество Pn элементных подмножеств в группе G, оно сравнимо с M по модулю P. Итак, с одной стороны сравнимо с M, с другой стороны M умножить на NP. И так получается такое сравнение, что M умножить на NP сравнимо с M по модулю P. Но есть такое свойство сравнения, что если у вас есть общий множитель, вот как здесь есть общий множитель, который взаимно прост с модулем, то сравнение на этот общий множитель можно разделить. Итак, разделим левую и правую часть на M и получим отсюда, что NP сравнимо с единицей по модулю P. Итак, еще раз. На общий множитель, который взаимно прост с модулем, сравнение можно всегда сократить. И таким образом мы получим требуемое утверждение, что NP сравнимо с единицей по модулю P. Вот это только пока идея доказательства, а сейчас мы будем эту идею воплощать. Итак, пусть снова G от S. Так сказать, доказательства. Пусть G от S — это орбита. Такая, что ее мощность G от S не делится на P. То есть орбита второго типа. Второго типа. Так, относительно такой орбиты мы доказали вот что. что для любого элемента S из вот этого множества S S — это представитель, скажем так, орбиты, выполняется условие стабилизатор S умножить на S равен S. Так, теперь давайте я это домножу слева на S минус первой. Что мы получим? Это относительно тому, что S минус первой стабилизатор S на S равен S минус первой на S. Так, теперь давайте посмотрим вот на это. Фактически мы подействовали сопряжением на группу стабилизатор S. Но стабилизатор S из теоремы 1 мы знаем, что это и есть силовская P подгруппа. Итак, вот это силовская P подгруппа, мы на нее подействовали сопряжением. Поскольку сопряжение является автоморфизмом группы, а при автоморфизме всегда группа переходит в группу, опять же, того же самого порядка, понятно, что вот это у нас силовская P подгруппа. Итак, я запишу, что это силовская P подгруппа. Так, а что это такое справа у нас написано? Справа написан некоторый элемент в орбите G от S. Это элемент, принадлежащий G от S. Потому что мы на подмножество S подействовали левым сдвигом. А мы знаем как раз, что орбита G от S получается действием левыми сдвигами с помощью элементов группы G. Итак, мы доказали, что если мы возьмем G от S, орбиту второго типа, то в ней есть силовская P подгруппа. Вот она. Силовская P подгруппа, она как раз равна некоторому элементу этой орбиты. Итак, пока мы показали, что здесь у нас хотя бы одна в каждой орбите второго типа, хотя бы одна силовская P подгруппа имеется. Теперь покажем, что она в точности единственна. Так, это была часть А. Часть B. Покажем, что в орбите второго типа силовская P подгруппа единственна. Так, хорошо. Предположим, что есть две какие-то силовские P подгруппы. Так, пусть P1, P2, две силовские P подгруппы в G от S. Ну, понятно, что раз они лежат в одной орбите, значит, одну из этих подгрупп можно получить из другой подгруппы с помощью левого умножения. Потому что у нас, собственно говоря, орбиты за счет чего получены? За счет того, что мы действуем на подмножество в омега с помощью левого умножения. Итак, я напишу, что существует элемент А, принадлежащий G, такой, что, например, P2 равен А на 5 с помощью левого умножения. Так, хорошо. Тогда давайте посмотрим вот на что. Элемент Е. Он, очевидно, принадлежит P2. Потому что подгруппа должна иметь нейтральный элемент. Но P2 равно А, P1, значит, элемент Е принадлежит и... А с другой стороны, элемент Е принадлежит, очевидно, P2, это А, P1. Но он принадлежит и одновременно P1. Он принадлежит P2, но P1 тоже подгруппа, значит, он принадлежит пересечению. Теперь давайте посмотрим. У нас получается, что у нас А, P1 и P1 — это два левых смежных класса по подгруппе P1. И они содержат общий элемент Е. Но мы с вами доказывали такое свойство левых смежных классов. Если два левых смежных класса имеют хотя бы один общий элемент, то есть имеют нетривиальное пересечение, то они обязательно совпадают. Напишу так. По свойствам левых смежных классов, здесь вещь о двух левых смежных классах, А, P1 и P1. Если они имеют общий элемент, в данном случае общий элемент Е, то они обязаны совпадать. Если А, P1 равно P1. Но А, P1 — это у нас как раз и есть P2. Итак, мы доказали, что P1 совпадает с P2. Итак, в первой части А мы доказали, что каждая орбита второго типа содержит силовскую P-подгруппу. Хотя бы одну. Теперь мы доказали, что это силовская P-подгруппа единственная. То есть как раз вот у нас такая вот картиночка, как вот я нарисовал. Имеется Np силовских P-подгрупп, и в каждой из них второго типа, в каждой из них имеется хотя бы одна, в точности одна даже, я бы сказал бы, силовская P-подгруппа. Так, ну что нам осталось показать? Осталось показать, что вот здесь вот у нас вообще силовских подгрупп нет. И на этом, так сказать, можно сказать, что теорема, третья теорема силового будет доказана. Так, часть В. Покажем, что орбиты первого типа силовских P-подгрупп не содержит. Так, пусть какая-то орбита G от S содержит P, где P силовская P-подгруппа. Это силовская P-подгруппа. Так, что мы тогда можем сказать? Что если мы возьмем стабилизатор P, давайте запишем, пусть пусть стабилизатор P, ее стабилизатор вот это силовские P-подгруппы, тогда стабилизатор P, примененный к P, будет, естественно, равен P. Вот так. Стабилизатор P умножить на P будет равно P. Ну, понятно, почему? Потому что стабилизатор содержит элемент E, значит, будет в точности равенства. Так, ну, а тогда мы можем сказать, что? Что стабилизатор P отсюда следует. Стабилизатор P содержится в P. Ну, понятно, что если мы возьмем, например, элемент G, принадлежащий стабилизатору, запишем, что G, P равен P. Ну, и понятно отсюда, что элемент G обязан принадлежать P, иначе равенства у нас не будет. Так, итак, стабилизатор P содержится в P. С другой стороны, там P тоже содержится в стабилизаторе P. Почему? Потому что если мы возьмем любой элемент из P, так как для любого элемента A, принадлежащего P, очевидно, выполняется AP равно P. Вот мы взяли элемент из-под группы, подействовали с помощью левого умножения, понятно, что эта же подгруппа и получится. Значит, получается, что сама P тоже лежит в стабилизаторе P. Ну, отсюда следует, конечно, что стабилизатор P в точности равен P. Итак, что мы доказали? Что если есть какая-то орбита G от S, которая содержит стабилизатор P, то в этом случае стабилизатор P и P они обязаны совпадать. Так, ну, а теперь давайте перейдем к мощностям. Давайте посмотрим. Чему будет равна мощность орбиты G от S? Она будет равна мощность G делить на мощность стабилизатора S. Так, ну, так как у нас P содержится в G от S, значит, я могу себе вместо S подставить P. Напишу отсюда, аналогично следует, что мощность G от P у нас G от S содержит P, да? Мощность G от P будет равна мощность G делить на мощность стабилизатора P. Так, ну, а тогда мы видим, что у нас мощность G равна P в степени N умножить на N. Стабилизатор P, поскольку он равен P, а P сила скайпы подгруппы тоже имеет мощность P в степени N, получается равно M. А M, как мы знаем, по условию у нас не делится на P. Итак, мы доказали, что если мы возьмем орбиту, которая содержит стиловскую P подгруппу, то ее мощность не делится на P. Это означает, что это орбита первого типа. Итак, мы показали, что если какая-то орбита содержит стиловскую P подгруппу, сейчас не делится на P, наоборот, второго типа, извиняюсь. Не делится на P, значит, это орбита второго типа. Вот мы записали, второго типа как раз это те, у которых мощности на P не делится. Итак, отсюда следует, что орбиты первого типа не могут содержать стиловскую P подгруппу. Еще раз, если бы такая орбита содержала бы стиловскую P подгруппу, как мы только что доказали, она обязана быть именно второго типа. Так, ну и теперь, опять же, завершающий, так сказать, этап в доказательстве нашем пункте G. Итак, смотрим на рисунок, который у нас нарисован. Вот в левой части экрана вы его видите. И переходим к мощностям. M у нас это мощность нашего множества, на котором действует группа G, мощность омега. Точнее, здесь нужно написать сравнимо по модели P, конечно. И равно, а сравнимо по модели P. С другой стороны, эта мощность, вот как я здесь писал, поскольку вот эти вот орбиты первого типа, они все, их мощности делятся на P, их можно отбросить, будет сравнимо с M умножить на NP. Еще раз, у нас имеется NP орбит второго типа, NP имеется орбит второго типа, а каждая орбита второго типа имеет мощность M. Мы об этом в самом начале говорили. Это из замечания после теоремы 1. Итак, получается, что мы имеем вот такое сравнение, что M сравнимо с M умножить на M NP по модулю P. Ну и разделив на M, отсюда получаем, что NP сравнимо с 1. по модулю P. Так, все. Третья теорема Силова тоже доказана. Так, что я хочу сказать, что вот это, на самом деле, вроде бы такое кажется простенькое утверждение, на самом деле, очень часто для многих групп позволяет явно указать, что количество Силовских P подгрупп вот равно чему-то. безотносительно к теоремам Силова я могу сказать, что если, например, взять какого-нибудь абстрактного студента МФТИ и сказать, что его возраст, давайте его возраст обозначим M большой, сравним с единицей по модулю 9. Вот я могу с большой вероятностью, почти 100% сказать, что этому студенту 19 лет, если его возраст сравним с единицей по модулю 9. Ну, хотя 9, конечно, непростое число, но я к тому, что вот довольно, это на самом деле немало информации, потому что, вот видите, в случае, так сказать, житейском, когда мы говорим о возрасте студента, ну, почти со стопроцентной вероятностью можно утверждать, что такой студент, у которого такой возраст, имеет 19 лет. Так, хорошо. Так, дальше мы давайте рассмотрим вторую теорему Силова. Это у нас будет теорема 3. После того, как мы, например, угадали каким-то образом, с помощью, например, предыдущей теоремы, количество силовских P-подгрупп. Естественно, возникает вопрос. Вот, например, если у нас есть две силовские P-подгруппы в одной и той же группе, а будут они изоморфны или нет? Естественно, вот такой вот вопрос поставить. Они обе силовские, обе P-подгруппы, имеют одинаковый порядок, а будут они изоморфны или нет? Оказывается, да, ответ в этом случае всегда положительный. Это является следствием, как раз, из второй теоремы Силова. Итак, теорема 3. Скорость в скобочках вторая, теорема Силова. Итак, пусть опять же порядок G равен при степени N умножить на N. N и N наибольше 4 равен 1 при простой числе. Так, пусть теперь P-большое Иловское P-подгруппы. Дальше пусть Q Большое Произвольная P-подгруппа в G Произвольная P-подгруппа в G Напомню, что P-подгруппа означает всего-навсего, что порядок этой подгруппы является степенью числа P. Степенью простого числа P. Тогда существует элемент X, принадлежащий G, такой, что Q содержится в P-степени X. Понятно, P-степени X это будет подгруппа сопряженная Силовской, а значит, она сама тоже будет Силовской, потому что ее при сопряжении, естественно, порядок не меняется. Итак, это будет тоже какая-то Силовская P-подгруппа. Получается, что мы доказываем, что всякое P-подгруппа в группе G обязательно содержится в какой-то Силовской подгруппе этой же группы. Так, доказательства. Так, на этот раз мы будем рассматривать немножечко другое множество омега. Множество омега будет фактор множества GPP. Здесь P не обязательно нормальная подгруппа, поэтому GPP не обязана быть само подгруппой. Но мы знаем, что мы можем рассмотреть фактор множества, а фактор множества состоит просто из чего? Ну, из левых смежных классов. Запишем, что это множество левых смежных классов по подгруппе T. Так, на этом множестве действует группа Q группа Q действует левыми сдвигами. Итак, на этом множестве Q действует левыми сдвигами на амега. Ну, а именно, если мы возьмем элемент Q малая, принадлежащая Q, то Q действует на АП. АП — это левый смежный класс, это будет Q АП. Ну, такой вот левый смежный класс. Так, ну и опять-таки понятно, что раз это действие группы, то у нас во-первых, заметим, что у нас будет распадаться омега на непересекающейся, скажем, дизъюнтное объединение орбит. Значит, мощность омега чему у нас равна? Ну, понятно, это равно числу левых смежных классов. Число левых смежных классов здесь легко посчитать. Порядок G разделитель на порядок P получится M. И так получается, что мощность омега в данном случае равна M. То есть число, которое не делится на P. Но, с другой стороны, по формуле мощности орбит это будет сумма значит, таких у нас Q от A и 1 P это будет прост мощность первой орбиты плюс Q A и 2 P плюс и так далее плюс Q A и житой, например, P. Имеется в виду то, что у нас омега является объединением вот как раз дизъюнтным объединением вот таких классов Q от A и S наверное P напишу O S единицы до жи дизъюнтное объединение орбит Так, хорошо. Теперь давайте вот что посмотрим а чему равна мощность отдельно взятой орбиты Так, воспользуемся формулой мощности орбиты значит, мощность Q от A ежито P она равна мощность Q делит на мощность стабилизатора стабилизатор A ежи от P подгруппы 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 равенства 1 Те слагаемые являются степенями числа P Может ли оказаться так, что эти степени имеют вид P в степени альфа где альфа больше или равна единице если если бы это было так все слагаемые имели бы P в степени альфа где альфа больше равна единице тогда понятно что у нас сумма чисел делится на P но у нас вся эта сумма равна M а число M у нас по условию не делится на P вывод обязательно найдется такой индекс IK например для которого соответствующая мощность орбиты чему будет равна не просто степень P а нулевая степень P только в этом случае может сумма оказаться не делящаяся на P и так я напишу так существует индекс IK такой что мощность Q будет равна точности P в нулевой степени то есть единички единственная из степеней P которая может не делиться на P то есть когда здесь альфа будет равна нулю показатель степени это вот как раз когда P в нулевой равно единице так ну и отсюда получается что у нас мощность Q в этом случае равна мощности стабилизатора A и K извиняюсь P ну понятно то что эти две подгруппы просто должны совпадать и так стабилизатор A и K P в этом случае должен равняться Q стабилизатор должен равняться Q ну тогда мы можем написать что поскольку действие у нас левое как я здесь написал действует левым умножением A левый смежный класс по подгруппе P то есть можно это написать раз Q является стабилизатором в этом случае Q на A и K P будет равно A и K P вот что означает что Q является стабилизатором он сохраняет неподвижным этот левый смежный класс так давайте теперь вот что сделаем я домножу это равенство справа на A и K в минус первой получится Q A и K P A и K в минус первой равно A и K P на A и K в минус первой напоминаю что P у нас это силовская P подгруппа и мы опять-таки действуем сопряжением на силовскую P подгруппу но здесь можно писать что это то же самое что P в степени X в точности где X равно A и K в минус первой степени вот так смотрите вот это у нас подгруппа сопряженная P с помощью X X я указал таким образом получается что Q умножить на P X в точности равно P X Итак мы нашли силовскую P подгруппу P X ее обозначили такую что Q действуя левыми сдвигами на эту подгруппу дает P X но понятно что это возможно только в одном случае когда Q сама является чем подгруппой P X только в этом случае она не будет выводить за пределы P X так отсюда следует что Q является подгруппой P X Итак наша цель была доказать что если мы возьмем произвольную P подгруппу в группе G то найдется как раз X такое что Q содержится в P X вот мы это доказали Q является подгруппой P X и явно указали как по такой силовскую P подгруппу найти а именно вот мы ищем среди слагаемых в равенстве 1 такое слагаемое которое в точности равно единичке в этом случае мы получаем что у нас стабилизатор совпадает с Q потому что здесь у нас получается отношение двух одинаковых чисел вот и тогда получается что раз стабилизатор равен Q значит Q оставляет неподвижным соответствующий левый смежный класс по подгруппе P и отсюда получается домножаем на нужное число а и к на лучший элемент а и к в минус первой мы получаем что в этом случае QPX равно PX отсюда и вытекает утверждение теоремы так ну и тогда важные следствия из этой теоремы давайте их сейчас наверное я слева напишу так так Без связи. Все силовские. В подгруппу. В группе G. Сопряжены между собой. Так, это раз. И число. МФ силовских только групп. Равно вот такому индексу. G по NG от P. Где P произвольная. Силовская подгруппа. П произвольная силовская подгруппа. Ну, а вот такая запись означает, напомню, нормализатор. Нормализатор подгруппы. Так, кто забыл, я напомню, из чего состоит нормализатор. Нормализатор состоит из таких элементов A в группе G, таких, что AP равно PA. В этом случае мы говорим, что такие элементы нормализуют подгруппу P. AP равно PA. Так, ну давайте доказательства. Доказательства следствия. Давайте применим нашу теорему 3, или вторую теорему Силова. В случае, когда Q тоже является силовской P подгруппой. Итак, пусть у нас P силовская P подгруппа и Q силовская P подгруппа. Тогда мы получим, что у нас Q в этом случае содержится P в степени X. Но так как у нас силовская P подгруппа обязана иметь порядок P в степени N, здесь у нас сопряженная к силовской тоже имеет порядок P в степени N. То есть у них одинаковые порядки, и Q является подгруппой P в степени X. Понятно, что отсюда сразу получается равенство. Это следует, что Q равно P в степени X. Итак, мы взяли произвольные две силовские P подгруппы и доказали, что они сопряжены друг к другу. Вот, собственно говоря, первое утверждение сразу очевидно. Так, это A. Второе утверждение, что число силовских P подгрупп равно вот этому выражению. Действительно, раз они все сопряжены между собой, мы можем рассмотреть орбиту. Рассмотрим орбиту силовской P подгруппы P относительно действия группы G с сопряжениями. Относительно действия группы G на омега с сопряжениями. Так, а омега, это по-прежнему у нас будет множество всех подмножеств, у которых порядки равны P в степени X. Итак, что это получается? Тогда получается, что мы можем применить формулу мощности орбиты. И поскольку как раз получается силовский P подгруппу, значит, G от P, это то же самое, что NP. НП, да, это число. Итак, мощность орбиты, она будет равна чему? Она как раз будет равна индексу G делить на NG от P. Нормализатор. Дело в том, что вот как раз нормализатор NG от P, в этом случае, это и будет стабилизатор. Стабилизатор подгруппы P относительно вот этого действия сопряжения. Ну, собственно говоря, так и вводили нормализатор, что это стабилизатор подгруппы при действии группы G с сопряжениями на подгруппах. Так, хорошо. Следствие 1 доказано. Так, еще одно. Следствие 2. Давайте вот здесь теперь сотру. Следствие 2 тоже из теоремы 3. Так, пусть опять же порядок G. равен P в степени N умножить на N. P и M взаимно просты. Так. И NP число силовских P подгрупп. G. Тогда утверждается, что NP делит число M. Или, исходите, M делится на число силовских P подгрупп. Вот тоже важная информация относительно того, каким может быть число силовских P подгрупп. Оно обязательно является делителем числа N. Так, доказательства. Так, ну, давайте воспользуемся этим равенством. NP это индекс NG индекс нормализатора подгруппы P. Так, ну, можно заметить следующее. Ну, можно писать так, что это порядок G делить на порядок NG от P. Спрашивается, а сама подгруппа P нормализует P или нет? Я утверждаю, что P всегда является подгруппой в NG от P. Сама подгруппа P содержится в своем нормализаторе. Почему? Потому что если мы возьмем какой-то элемент A, принадлежащий P, то заведомо будет выполняться AP равно PA. Естественно, будет равно P в этом случае. Для нас важно, чтобы AP равнялась PA, тогда A будет лежать в нормализаторе. Но у нас AP равно PA равно P. Итак, получается, что если A принадлежит P, отсюда следует, что A принадлежит нормализатору. Так, ну, раз P является подгруппой в нормализаторе, значит, мы можем сказать, что мощность NG от P по теореме Лагранжи будет равно какому-то T умножить на мощность P. Где T, ну, скажем так, натуральные числи. Мощность NG от P это T умножить на мощность P. По теореме Лагранжи. Так, ну, давайте воспользуемся этим. Я напишу так, что это будет равно отсюда. порядок G делить на T умножить на P. P — это у нас по условию силовская P подгруппа. Порядок G делить на порядок P — это будет M. Получается, M делить на T. Ну, и отсюда мы можем написать, что M равно T умножить на NP. T — натуральное число. Значит, M делится на NP. Вот мы это и хотели доказать. Итак, число M в этом случае обязано делиться на число силовских P подгрупп. Так, ну, давайте один пример разберем. Несложный. Думаю, что большое количество примеров у вас будет на семинарских занятиях. Здесь, к сожалению, у нас много времени нет на то, чтобы разбирать примеры. Потому что в основном приходится доказывать теорему. Давайте запишем пример один. Всякая группа порядка 15. Всякая группа порядка 15. Абелевых. Я хочу это утверждение доказать. Итак, пусть порядок G равен 15. То есть 3 на 5. Значит, понятно, что в нашей группе G должна быть силовская 3 подгруппа и силовская 5 подгруппа. Давайте запишем, какие вот мы знаем требования относительно количества силовских 3 подгрупп. Как доказать? Итак, N3. С одной стороны должно быть сравнимо с единицей по модулю 3. По теореме 2, которые мы сегодня доказали. Или 3-й тереме силового. Так, с другой стороны, как мы только что доказали в следствии, N3 должно быть делителем числа 5. Вот такая получается система. Но у числа 5 не так уж много делителей. Это 1 и 5. Но 5 сравнимо с единицей по модулю 3, заведомо несравнимо. 5 единиц по модулю 3. Значит, отсюда выводится, что N3 равно 1. Итак, имеется ровно 1 силовская 3 подгруппа. Давайте как-то обозначим. Пусть у нас P. Силовская 3 подгруппа. Пусть... Понятно, что она должна иметь порядок 3. Это наибольшее число, наибольшая степень тройки, на которой делится порядок G. P должна быть, собственно говоря, какой-то циклической группой порядка 3. У нас любая группа порядка 3 является циклической. Мы знаем. Итак, P является циклической группой, порожден элементом A порядка 3. Так, аналогично для числа силовских 5 подгрупп. Давайте напишем N5. Сравнимо с единицей по модулю 5. И N5 делитель числа 3. Опять-таки рассуждаем так, что у числа 3 есть только 2 делителя 1 и 3, но 3 здесь не подходит. По этому сравнению 3 не сравнимо с единицей по модулю 5. Значит, N5 тоже равна единице. N5 равна единице. Значит, имеется ровно одна силовская Q подгруппа. Давайте ее обозначим в Q. Силовская единиц 5 подгруппа. 5 подгруппа. И пусть Q у нас, раз ее порядок 5, она будет циклическая, порожденная элементом B. Естественно, в этом случае B5 равно E. Итак, у нас имеется в нашей группе циклическая группа порядка 3 с каким-то порождающим элементом A. Циклическая группа порядка 5. Могут ли быть другие элементы порядка 3 и порядка 5, кроме тех, которые содержатся в группах P и Q? Давайте на секунду представим себе. Если у нас есть какой-то еще элемент C, который тоже имеет порядок 3 и не содержится здесь, тогда ясно, что раз он имеет порядок 3, этот элемент C, его циклическая подгруппа тоже была бы силовская 3 подгруппой. Мы получим противоречие с тем, что N3 равно 1. Ну и точно так же понятно, что никакой элемент, кроме тех, которые содержатся вот здесь в Q, не может иметь порядок 5. Спрашивается, тогда вот остальные элементы, которые не входят в P и Q. Ну мы можем посчитать, что P объединенное с Q, содержит элементы такие, E, A, A в квадрате, A в кубе я не пишу, потому что A в кубе равно E, дальше B, B в квадрат, B в кубе и B в четвертую. Вот объединение подгрупп P и Q. Смотрите, здесь у нас содержится сколько? 7 элементов. Спрашивается, оставшиеся 8 элементов, в какой могут иметь порядок. Поскольку порядок 1 может иметь только нейтральный элемент, порядок 3, мы выяснили, имеют только элементы A и A в квадрате, порядок 5 имеет только вот эти элементы, 4 элемента, других нет. Оставшиеся 8 элементов, следовательно, обязаны по теореме Лагранжи иметь порядок 15. Отсюда следует по теореме Лагранжи. Остальные 8 элементов, 8 элементов, обязаны иметь порядок 15. потому, что у нас других делителей нет у числа 15, кроме как числа 1, 3, 5 и 15. 1, 3, 5 мы уже рассмотрели, все они здесь вот содержатся. Значит, оставшиеся 8 элементов имеют порядок 15. Ну, а стало быть, группа является циклической на самом деле. Ну, а раз она циклическая, значит, она и Абелева. Ну, вот как теоремы Силова помогают доказать такого рода утверждения, что какая-то группа какого-то порядка является Абелевой. Так, следующая теорема, которую мы докажем, о разрешимости PQ-группы. Теорема 4. Теорема 4. Теорема 4. О разрешимости PQ-группы. Ну, что такое PQ-группа? Значит, подозревается следующее. Значит, пусть P и Q различные простые числа. Ну, пусть для определенности P меньше, чем Q. Пусть для определенности P меньше, чем Q. Дальше рассматривается группа порядка PQ. Пусть порядок G равен P умножить. Тогда утверждается, что группа G изоморфно будет в полупрямовом произведению CQ на CP. Вот такое полупрямое произведение. Значит, вот такой значок, в частности, означает, что мы в качестве нормальных подгрупп имеем как раз группу CQ, циклическую группу порядка Q. Итак, в группе G найдется циклическая подгруппа порядка Q, циклическая подгруппа порядка P. И такие, что вот, имеет место вот такое разложения в полупрямое произведение. И здесь же давайте допишем, в частности, в частности, группа G разрешима. Итак, всякая группа порядка PQ, где PQ различные простые числа, обязательно будет разрешима. Так, доказательства. Так, ну, прежде всего, давайте заметим, что у нас раз порядок равен P и Q, P и Q простые числа, значит, найдется силовская P подгруппа. Так же так существует силовская P подгруппа. Обозначим ее P большое. Понятно, какой она будет иметь порядок. Какой она будет иметь порядок? P, правильно. Порядок P будет равен P малое. Ну, и отсюда, в частности, следует, раз P простое число, значит, P на самом деле будет изоморф на циклической группе C, P. Те циклические группы, все группы простого порядка, напомню, мы доказывали, являются циклическими. Так, ну, это же так же существует силовская Q подгруппа, Q большое. Порядок Q, естественно, будет равен Q и изоморф на циклической группе C, Q. Так, ну, теперь давайте воспользуемся теоремами силовы, для того, чтобы доказать, что Q на самом деле является нормальной подгруппой. Итак, я напишу, покажем. подгруппой Q нормальная подгруппа в G. Так, ну, давайте с помощью теорем силовы запишем, что NQ, число силовских Q подгрупп, сравнимо с единицей по модулю Q, раз, и NQ является делителем числа P. Так, и напомню, еще по условию у нас Q больше, чем P. Давайте сразу заметим, что если NQ не равно единице, а NQ дает остаток 1 при делении на Q, то отсюда будет следовать, что NQ будет равна единице плюс T умножить на Q. Это числа, которые при делении на Q дают в остатке единиц. Значит, NQ будет иметь вот такой вид для натурального. Так, ну, тогда понятно, что такое число единица плюс TQ будет заведомо больше, P. Получится, поскольку Q у нас больше, чем P. Все, то есть Q больше, чем P. Тогда получится, что NQ, то есть число, которое больше P, является делителем числа P. Получим противоречие. Число, которое больше, чем P, делителем P никак быть не может. Так я напишу здесь противоречие. Значит, NQ на самом деле равно единице. Отсюда следует NQ равно единице. Итак, у нас имеется в точности одна силовская Q-подгруппа, и это та подгруппа, которую мы обозначили через Q. В частности, отсюда следует по второй теореме Силова, что Q в степени X для любого X, принадлежащего G, это что же должна быть силовская Q-подгруппа? Q в степени X, поскольку мы действуем с сопряжением с помощью элемента X из G, понятно, что это будет подгруппа, и она обязана равняться Q. Итак, Q в степени X равно Q для любого X из G, но это фактически есть критерий нормальности. Итак, отсюда мы получаем метров насильно тому, что Q у нас нормальная подгруппа в группе G. Так, давайте теперь вспоминать, что нам нужно знать для того, чтобы сказать, что у нас G является полупрямым произведением. Одна из подгрупп должна быть нормальной, мы уже выяснили, это подгруппа Q, которая как раз изоморфна CQ. Здесь есть нормальная подгруппа. Для Cp это не обязательно, она может быть не обязательно нормальной. Так, важно еще вот, что нам здесь установить. Первое, что пересечение этих двух подгрупп P и Q тривиально, раз, и второе, что если мы перемножим, например, Q на P, то мы получим в точности всю группу G. Тогда все условия из теоремы о разложении группы в полупрямое произведение будут выполнены, и мы скажем, что да, здесь имеет место полупрямое произведение этих групп P и Q. Итак, первая часть у нас как бы доказательств теоремы закончилась. Мы установили, что есть две силовские подгруппы, одна из них P подгруппа P, другая Q подгруппа Q, выяснили, что Q является нормальной подгруппой. А вот в части B докажем, что их пересечения тривиальны. Давайте пример один я сотру. Так, через B. окажется, пересечение P и Q состоит только из элемента E. Ну, понятно, что пересечение подгрупп является подгруппой. Значит, мы можем, говоря о порядке этой подгруппы, показать, что по теории Милагранжа это делитель числа P, потому что это у нас подгруппа в P, но это же и подгруппа в Q. Значит, это и делитель числа Q. Итак, мы можем написать, что мощность вот этого пересечения является делителем простых чисел P и Q, которые попарно различны. Но два различных простых числа имеют только единственный делитель общий, какой-то, это число 1. и так, отсюда следует, что P пересеченный с Q порядок равен 1, значит, P пересеченный с Q тривиальный. Состоит только из E. Так, ну и последнее, что нужно проверить, это то, что мощность, это часть V, мощность P умножить на Q равна PQ и равна порядка G. Отсюда, естественно, будет следовать, что G равно P на Q. Обращаю внимание, что мы доказывали такую теорему о нормальной подгруппе и мы знаем, что пересечение нормальной подгруппы, а нормальной у нас, произведение нормальной подгруппы на подгруппу само является подгруппой. Итак, P умножить на Q должно быть подгруппой. В данном случае я хочу показать, что она совпадает с G. Так, ну я сейчас докажу немножечко больше того, чем требуется. А именно я покажу, что в общем случае если есть две подгруппы P и Q, то обязательно в этом случае мощность произведения P на Q она равна, вот можно вычислить по такой форме, мощность P на мощность Q или порядок P и Q делить на порядок пересечения. Вот я хочу это доказать. Итак, это справедливо не только для, скажем, случая, когда одна из подгрупп нормальная, а просто две какие-то подгруппы перемножаются и мы хотим найти мощность произведения двух подгрупп. Вот, оказывается, по этой формуле можно найти. Так, ну давайте для этого сделаем следующее. Раз обозначим D, это будет P пересеченная с Q, такая вот подгруппа у нас и рассмотрим, запишем, пусть у нас Q имеет левостороннее разложение по подгруппе D. Я разложение напишу так, A1D, изъемкное введение A2D и так далее, A, S на D. Вот наше левостороннее разложение группы Q под группе D. А D у нас еще раз превратит и пересечение по EQ. Так, ну чему равно S количество смежных классов? S в данном случае должно быть равно порядку группы, то есть порядок группы Q делить на порядок D. Это индекс собственно или равен вот чему. Так, ну и давайте запишем, что вот на самом деле здесь все вот эти классы они попарно различны, это означает классы различны. Это равносильно тому, что A, и T в минус первой А, J не принадлежит D. Собственно говоря, критерий того, что два класса совпадают состоит в том, что произведение А в минус первой на А, принадлежит D. Это критерий принадлежности скажем, двух элементов А, и, J одному и тому же левому смежному классу под группе D. Итак, классы различны, когда это выполняется. Теперь давайте это разложение наше, которое мы записали для Q, умножим на P. Справа. я хочу получить, давайте так, я здесь напишу Q на P. Умножим на P справа, тогда получится Q на P, то это получится. Так как D является подгруппой P, при умножении подгруппы на P мы получим P. Получится A1P, A2P и так далее, AS на P. Я утверждаю, что здесь классы по-прежнему у нас дизъюнтны. Почему? Потому что если мы сейчас предположим, что A и Т в минус первой на А Ж принадлежит P, то так как АИТ и АЖТ у нас лежали в Q, то одновременно он будет лежать и в Q. Если АИТ и АЖТ принадлежат P, то одновременно лежит и в Q, потому что АИТ и АЖТ принадлежали в Q. Тогда получается, что это произведение принадлежит P, пересеченное Q, а это есть D. Итак, если окажется, что здесь два класса совпадают, то мы получим противоречивая с тем, что здесь классы были различны. Получится, что произведение АИТ в минус первой на АЖ принадлежит D, а мы уже знаем, что оно не принадлежит D. Итак, на самом деле здесь у нас дизъюнтное объединение, но и осталось только посчитать мощности. Итак, мощность QP отсюда. Мощность каждого класса здесь очевидно равна P, то есть мощность P и умножить на S. А S мы уже посчитали это порядок И делит на порядок D. Так, ну вот, формула, которую я хотел доказать, я ее в рамочке введу, доказана, для любых, причем подгрупп, не обязательно нормальных. Ну и так отсюда получается, что в нашем случае понятно, что перемножая P на Q мы получим именно P на Q, потому что раньше мне показали, что пересечение тривиальное. Итак, мы доказали, что если у нас группа G является PQ-группой, PQ-различные простые числа, то имеет место вот такое разложение группы G в полупрямое произведение. Так, ну и относительно разрешимости группы G, что можно сказать? Давайте напишем здесь разрешимость. Так как вот эта подгруппа у нас Q является нормальной подгруппой, то понятно, что G по Q будет изоморфно P. Ну, а мы знаем в этом случае, что P у нас циклическое, Q тоже циклическое. И так получается, что фактор группы является разрешимой, как циклическая группа. И так группа, по которой мы факторизовали тоже циклическое, значит, тоже является разрешимой. Но мы знаем в этом случае у нас был такой критерий, что если мы факторизуем какую-то группу и фактор группы является разрешимой, и мы факторизовали по разрешимой нормальной подгруппе, то и сама группа разрешима. И так мы отсюда имеем, что G разрешима. g разрешима по критерию. По критерию в терминах фактор группы. Так, сколько у нас времени осталось? Наверное, еще есть время какую-нибудь теоремку доказать. Да, вот прежде чем доказывать теорему, давайте такое замечание запишем. Наверное, теорему уже в следующий раз и докажем. А вопрос такой. Могут ли существовать такие P-IQ, для которых вторая группа не является нормальной? При каких условиях это бывает? Давайте запишем такой вопрос. Вопрос. При каких условиях на P-IQ g не является произведением с P на C-Q. На C-Q. есть ли среди таких P-IQ групп не Абелевы группы? Так, ну понятно, что если бы у нас на самом деле здесь было бы прямое произведение, то есть и обе подгруппы и P-IQ были бы нормальные. Тогда бы мы сказали, что раз они обе нормальные, здесь у нас все в порядке, будет разложение уже по критерию разложимости в прямое произведение, будет здесь прямое произведение. Прямое произведение двух Абелевых групп тоже, естественно, будет Абелевая группа. Тогда у нас получится, что группа G Абелева. Итак, напишу, что если P нормально в G и Q нормально в G, то отсюда, вот по предыдущему теореме, по теореме 4, будет следовать, что G на самом деле является произведением. А если именно P, и отсюда следует, что G Абелевым. Итак, для нас важно, чтобы у нас Q, извиняюсь, не Q, а P не являлась нормальной подгруппой G. Тогда должно быть, P не является нормальной подгруппой G. А это имеет место тогда и только тогда, когда N P не равно единице. Смотрите, если у нас число силовских P подгрупп равно единице, так же, как мы здесь доказывали, что Q в степени X равно X, точно так же мы получим, что P в степени X равно P. И в этом случае получится, что P является нормальной подгруппой. Итак, то, что P не является нормальной в G, P равносильно тому, что N P не равно единице. Так, ну тогда, что мы можем сказать? Давайте запишем N P. N P у нас сравнимо с единицей по модулю P. Н P и N P — это делитель числа Q. Так, если N P не равно единице, давайте запишем. Если N P не равно единице, то обязательно N P будет равно чему? единице плюс P T. Плюс T умножить на P. Так, ну и так как N P является делителем числа Q, то мы получим, что единица плюс T P умножить на альфа равно Q. Но Q у нас, в свою очередь, это же простое число. Итак, я записал тот факт, что Q делится на N P. Частное отделение обозначил альфа. Альфа здесь принадлежит N. Понятно, что единица плюс T P произведение на альфа может давать Q, только в том случае, что если единица плюс T P, то точности равно Q. Итак, отсюда следует, что единица плюс T P точности равно Q. Ну и следовательно, в этом случае получим, что Q минус 1 делится на P. Итак, если мы хотим, чтобы у нас группа G не разлагалась в прямое произведение двух циклических подгрупп, то обязательно должно выполняться условие Q минус 1 делится на P. В противном случае, если это не выполняется, то у нас обязательно здесь будет возложение в прямое произведение. Так, ну и существуют ли в этом случае неабелевые группы? Вот, допустим, эти условия выполняются. Давайте запишем. Пусть P и Q простые числа такие, что Q минус 1 делятся на P. Покажем, что существует неабелева группа порядка PQ. Покажем, что существует неабелева группа порядка точности P умножить на Q. так, ну, самое время эту группу неабелевую написать. Некоторая группа матриц второго порядка. Сейчас напишу, каких матриц она состоит. Итак, уже рассмотрим матриц виды AB0.1. Здесь у нас B принадлежит ZQ. Ну, это кольцо вычислов по модулю Q. Кольцо вычислов. Так, дальше элемент А принадлежит ZQ с развездочкой. Причем мы должны брать не все элементы А из ZQ со звездочкой. Для чего вот это берется ZQ со звездочкой? Мы берем те элементы, которые отличны от нуля. С тем, чтобы здесь у нас получилась невырожденная матрица. А если матрица невырожденная, то, естественно, она имеет обратную. То есть все условия группы в этом случае будут выполняться. Так, ну, давайте запишем. Значит, порядок ZQ со звездочкой. Чему будет равен? Он будет равен Q минус 1. А Q минус 1 по условию у нас делится на P. Итак, понятно, что в этом случае в группе ZQ со звездочкой порядка Q минус 1 найдется подгруппа порядка P. Но это, собственно говоря, силовская и будет. Итак, в этом случае давайте запишем. Тогда в ZQ со звездочкой существует подгруппа H такая, что порядок H равен P. Ну и вот, собственно говоря, ответ такой, что мы должны взять не просто A минус ZQ со звездочкой, а пересеченный SH. Тогда давайте посмотрим, чему равен порядок G. Он равен в числу способов выбрать элемент A, а A принадлежит как раз H в этом случае, и H имеет порядок P. Значит, P, ну а элемент B можно выбрать Q способом, P умножить на Q. То есть как раз получается, что уже PQ группа. Так, мы уже прозвенел звонок, я предлагаю самостоятельно проверить первое, что это группа, то есть все условия группы выполняются, и второе, что она не аберева. Итак, мы построили не аберевую группу в случае, когда у нас P и Q простые числа, и Q минус 1 делится на P. Только вот в этом случае не аберевы группы существует порядка PQ. Все. Благодарю за внимание. Мы сегодня закончим.